друзья всем привет вот и четвертая часть ролика с карелии скажу сразу она у нас не заключительная не последние связано с тем что мы здесь не все заделали еще здесь предстоят нам работы но это я вам сейчас все покажу вот дом в принципе готов на 95 процентов здесь осталось на доме сделать откоса на окна отливы вот колпаки поставить завершить там где окна когда они их поставят и на гараже еще есть фронт работы вот и пойдемте я вам сейчас пробегусь по дом покажу какие-то моменты да еще раз вот и потом уже пойдем на гараж баню и там покажем что нас осталось ну и потом в заключении еще подведем итоге пойдемте начнем ракурс отсюда плохо конечно что не видно фасада из-за строительных лесов но и обязательно на следующий год когда мы здесь еще закончим другие этапы работы о котором я вам скажу вот приду сюда и сниму уже конечный вариант сразу прибегая так вперед скажу что здесь будет забор стоять и скорее всего он будет делаться тоже обшиваться фальцем фальц дерева типа того ну пока ну как бы об этом разговор идет и скорее всего здесь тоже будет пальцевый забор так но и пойдемте там я вам уже все показывал говорил что вот эти части будут зашиваться фиброцементным сайдингом я вам тоже показывал в предыдущих роликах этот японский так вот покажу и так далее у нас тут есть окна их ориентировочно около 20 штук показать фасад виду не видно будет здесь покажу здесь зашивается тоже фиброцементом но откосы у всех окон решили делать эти вот места металлом отливы и по кругу и потом уже к этим откосом из металла будет примыкать этот сайдинг вот пойдемте здесь тоже самое то же самое окно пол здесь еще будет заливаться примерно вот такой вот уровень где-то может сантиметра 4 не доходя металла то есть конечный вариант где-то будет там отрывок от пола до металла где-то миллиметров 30 здесь тоже будет сайдингом тоже того дверь я буду облицовываться тоже металлом вот пойдемте еще раз вокруг пробежимся все какие-то моменты покажу тоже окно там наверху окно есть это окно вот еще окно нет и окна не видно они закрыты мембраны антон можно посмотреть пойдемте дальше плохо что из-за лесов не видно всей красоты этого фасада конечно вид из окон особенно с этого окна из того вот на это не очень лицеприятно смотреть вот здесь будет тоже где не сделаны металлом там будет этот сайдинг здесь тоже будет облицовываться металлом отлив уже стоит там вот осталось по кругу тоже сделать что потом подошли сайдингом здесь тоже сайдинг окна вот видите здесь они начали обшивать вот фанерой чтобы мы потом обшив этом металлом вот так будет каждое окно делаться наши баня и гараж но к нему чуть попозже сначала обойдем весь дом а а потом уже пойдем сюда здесь тоже есть окна они под мембраны все люди кто вот ездят на машинах постоянно заметил что они все или останавливаются здесь смотрят выходит его приезжает смотрят ну и пойдемте поднимемся на балкон оттуда уже поднимемся на крышу и вот мы зашли на балкон эти стены тоже будут с сайдингом обшиваться эта стена я вам снизу показал то же самое здесь у нас то есть где нет металла там будет сайдинг кроме вот здесь вот даже вон план нарисованный как будет то есть здесь будет окно пока решение то есть какой-то вы стеклянное арголитовое или орг стекло пока решений точных нету скажем так вот когда уже окно поставится я вам сверху покажу что он будет еще доделать планки и снизу к нему соответственно тоже будет подходить я знаю что заказчик александр смотрит наши выпуски я скажу сразу здесь в ролике что вот это вот надо обшить все тоже мембраны всю эту фанеру степлером чтобы не могла зря это разбухнется вот и там то же самое так и пойдемте сразу же сюда поднимемся вот у нас тут стены и потолок тоже все в металле идем дальше вот здесь там тоже мембраны все это закрыть и вообще желательно бы сюда поставить какие-то доски прикрутить и на них сверху уже полностью эти пролеты ну мембраны хотя бы закрыть или какой-то пленкой чтобы суда дочь что зачем ну как бы чтоб дать дочь лил на фундамент туда тоже лучше ты в проем и временно закрыть это я говорю александру заказчику не пойдемте спустимся на крышу здесь я вам уже все показал в предыдущем ролике здесь тоже будет садинг окно тоже обшито металлом вот кажется дочь собирается но здесь я вам уже все показывал ребят с предыдущих роликах кто не видел посмотрите там третья часть вторая часть вот я вам уже все это показывал еще раз напомню скажу что здесь нету снегозадержателей потому что их отдали в покраску уже три недели красит до сих пор еще не привезли как привезут мы их тоже поставим они будут такого же цвета как эта кровля далее колпаки колпаки и когда здесь делать вентиляцию уже на всех трубах тогда здесь еще будет становиться колпаки вот значит давайте скажу еще потому пока здесь стоим потому что мы туда наверх не поднимемся на саму крышу я в прошлом ролике поговорил об этом в прошлом ролике если вы заметили были вот здесь вот две железные колонны их убрали оттуда где они стояли можно увидеть по фальцам то есть видите где находятся такие узкие картины и на кровле и на лобовой части вот там были колонны вот поэтому а колонны убрали а картины так остались ну это не то что такая картина узкие это неплохо даже какой то есть свой скажем так прикол своя изюминка вот в этом у нас также вот на боковых узкие картины потому что как я говорил ранее предыдущих роликах у нас все фальцы фасада совпадают с фальцами на крыше то есть колонны и ширина мы делим их на равное количество картин вот если картина больше получается больше 55 сантиметров то делится участок на три картины но не делается больше вот там 50 сантиметров поэтому две картины здесь вот больше поэтому три как-то вот так вот ну и там надеюсь погодка сегодня даст на дроне полетать а то дожди сегодня целый день идут и пока кончился я залез вот и там уже трубы сниму с дрона туда я не полезу ну там в принципе смотреть нечего можно посмотреть все с той стороны с этой стороны вернее вот там тоже самое там по низу пройду покажу на крыше в принципе сделано посмотрим окно и полезли наверх квас так квас надо отсюда вытащить вернее бутылку из-под кваса здесь не из тоже металлом зашиты тут за колонной сделано разуклонку чтобы вода быстрее уходила не застаивалась железочку уберем ну трубы у нас классически все ободяно и пойдемте поднимемся на эту крышу темнеет немножко он тучи идут туда-сюда надо успеть показать не факт что на дроне полетаем конечно плохо но посмотрим тоже самая труба ободена классический здесь я в принципе уже все тоже показывал предыдущих роликах давайте поднимемся на кровлю там в принципе тоже ничего не изменилось с прошлого ролика здесь вот камин естественно каменщики не выложили и соответственно она не завершенная они должны вывести из блоков кладку здесь должна быть потом закончена обрешетка обшить ее металлом и поставить колпак здесь тоже надо ребятам сказать чтобы они тоже закрыли пока чтобы вода не текла вся в дом вот так сегодня дождик прошел хороший помыло хорошо что такое конек сделали на внутреннюю планку так и вот откажем окном у нас сделано разуклонка над каждым здесь получается мало ли вот вопроса будут сразу скажи наперед как вы видите здесь стоят кронштейны в каждый фальц абсолютно это связано с тем что здесь входная группа дома поэтому здесь сделали его мощнее скажем так напомню что один кронштейн выдерживает 500 килограмм вот и здесь на сто процентов весь тот снег которые будут лежать здесь на скате он будет держать ну и там они в принципе будет содержать на этих скатах они короткие небольшие вот тоже будет держать но здесь входная группа здесь сделали скажем так на 200 процентов вот здесь тоже самое тоже разы клонку чтобы вода быстрее уходила и вот по поводу чего я говорил там снизу к стоял это больше александр заказчику надо эти все фанеру оббить мембраны мембрана там осталось а вот чтобы не могла можно сюда прикрутить нужно наверно пока около не стоят доски сюда прикрутить здесь есть месту к прикрутить там тоже шагом где-то поставить там 60 через 60 и закрыть это пленкой также сделать и там чтобы туда вода не лилась то есть зачем зря мочить эти балконы пускай сохнут и это все пока закрыть до того момента как здесь появятся эти окна какая тучи идет кровли чистая прям под сдачу и вид конечно отсюда замечательный вот ребят ну и пойдемте сходим на гараж и баню и там нюансы тоже какие то есть я вам все скажу расскажу что нас ждет такие работы еще в будущем здесь так ребята вот мы подошли гаражу и как видите у нас не закончены колонны закончен фронтон с той стороны тоже самое здание почему мы не можем доделать значит смотрите у нас сделан здесь подгиб здесь тоже будут картины идти по всей длине с этой стороны с этой стороны но сделать не можем потому что сначала должен обшиться деревом потолок только потом мы уже потолку примыкаем нашими картинами поэтому мы не можем закончить соответственно если у нас здесь потолок то мы не можем и поставить сюда картины и там боковой тоже не можем поставить все к одному вяжется пока что к потолку и соответственно еще здесь решение то ли она будет такой же средний эта балка то ли не будет конкретных решений еще нету насколько я понимаю маши алексей . вот остался металл это как раз вот на эти работы здесь фасад в принципе весь из той стороны тоже но я покажу завершён вы помните с предыдущего ролика вот эти вот балки да здесь лежат они стояли вот здесь их спили или убрали ну и соответственно здесь тоже металла все зашили где они были где узкие картины а мы там вот здесь тоже самое как и сказалось как и с другой стороны есть тоже должны подшиться привязываться все той колонии то есть ну мы не можем на данный момент завершить вот полностью связано с тем что не доделала эти места и пойдемте на другую сторону пройдем так вот то есть здесь вот не завершено дети здесь не завершено здесь потолок надо тоже обшивать данный момент мы как бы сказать мы все что можно было сделать металлом мы сделали поэтому сейчас осталось сделать за ребятами которые подготавливают это все доделать а мы потом уже приедем и завершим подальше отойти немножко гром гремит ну вот ребят как-то вот так вот ну и давайте подводить итог сделанной работы итак ребят давайте подводить итоги значит сегодня 29 июля мы сегодня уезжаем сейчас мы собираем весь инструмент загружаемся и едем домой ребята сегодня доезжая до питера там переночует и с оборудованием едут в москву вот в москве на рублевке выгружают оборудование и едут домой в отпуск до конца августа у нас в конце августа начинается московской области на рублевке медный объект там будет шашка медная будет фальцевая кровля но в это все увидите значит по этому объекту скажу что повторюсь это не конечная серия отсюда с этого объекта это наверное скорее всего 4 может быть еще две части отсюда потому что здесь она будет доделать все места которые я вам показывал плюс возможно здесь появится забор и он тоже будет фальцевый так что как минимум одна ну как максимум две три еще будет отсюда с этого объекта роликов но скорее всего в конце года возможно если здесь все закончат к тому времени как мы в москве закончим наш объект вот после москвы мы собираемся приехать и доделать все то есть доделать и сделать забор если он будет фальцовый вот вот как то вот так вот надеюсь было не скучно не томно вот сейчас собирается здесь тучи если видно по кадру по что потемнело все я вижу здесь идут тучи я не знаю получится ли полетать может они пройдут и я успею что полетать облететь показать вот если в конце ролика нету пролетов здесь на коптере значит шел дождь и в дождь мы сожалению не можем летать вот как то так вот всем пока до скорой встречи возможно сразу следующий ролик будет с медного объекта но он будет еще не скоро мы все едем в отпуск поэтому я не знаю как они будут как скоро все всем пока ребята небольшое включение вместо полетов мы едем домой как видите здесь у нас идет дождь поэтому полетать у нас не получилось к сожалению еще раз всем пока до скорой встречи